Елена Павловна живет в селе Колбасно уже давно. Вспоминает, более 20 лет сельскими дорогами вообще никто не занимался. За это время от дорожного покрытия не осталось и следа. В населенный пункт не может проехать скорая помощь. Да и просто передвигаться по таким дорогам было тяжело. Очень тяжело было. Вот там Керницева недалеко. Мы не могли даже идти воду принести. Вот такой были все грязники. И тут у нас тоже через дорогу, вот до этой соседки тоже не могла прийти. Были у нас очень хорошие дороги. Вот сюда вниз вообще не можно было приехать. А теперь хорошие. Уже внуки мои едут прямо сюда на Рибницу и справили дороги. Хорошие дороги стали. Ремонт дорог в селе Колбасно выполнили по новой технологии с использованием местных материалов. Основой для дорожного покрытия стал крупный шлак. Сверху каменная мелочь. Таким образом удалось привести в порядок 4 улицы и 2 переулка. В общей сложности это около 7 километров сельских дорог. Автобус ездит, у нас возят детей, потому что у нас он собирает не только по селу, он собирает и к нам относится еще и станция Колбасно. Расстояние от переезда до школы получается более 5 километров. Поэтому всегда были проблемы с подъездом и с выездом, особенно в зимний период. Но сейчас уже дороги отремонтированы, поэтому будем надеяться, что проблема эта будет снята. Это очень хорошее дело, что сделали дороги. Хотелось бы, чтобы во всем селе сделали бы именно хотя бы те дороги, где проходит транспорт. Понимаем, что да, тяжелая экономическая ситуация во всех сферах, особенно бюджетная. Рыбницкий район – один из самых протяженных в республике. Здесь порядка тысячи километров сельских дорог. Программа по их ремонту появилась 5 лет назад. В этом году дорожные работы были выполнены в пяти селах района. Чтобы привести в порядок все сельские дороги, нужны огромные средства. Для приведения сельских дорог в нормативное состояние необходимо около 9 миллионов рублей. По программе развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам, находящейся в муниципальной собственности, на 2015 год было выделено 1 миллион 200. Были освоены средства по сельским дорогам в селе Воронково, в селе Мокро, в селе Колбасно, в село Брождяно и в село Ивановка. Работы по ремонту сельских дорог будут продолжены в 2016 году. Николай Стоянов, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко, 1-й Приднестровский.